Отец Ночный Бесный, благодарим Тебя за это время, Господь, когда мы можем уяснить для себя мысли, мысли из учения Писания, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты служишь нам, служишь нам глубоко в нашем сердце, и Твое желание для нас, чтобы мы не проходили через Твой суд, который нам не нужен, Господи, когда мы не следим за своими устами. Спасибо, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты обучал нас сегодня в благодати, чтобы мы знали это учение об осуждении, Господи, чтобы мы не только знали Его, но были также исполнителями этой заповеди, Господь, которая избавит нас от многих проблем. Слава Тебе, благослови нас Своим Иисуса Христа. Аминь. Итак, еще одно занятие, которое посвящено учению об осуждении, и пастор Стивенс говорит, что учению об осуждении люди подчиняются меньше, чем другим учениям Библии. Во-первых, это учение невероятно важное, первое. Второе. Последствия нарушения или пренебрежения этого учения, они очень серьезные, это второе. И третье. Люди не подчиняются этому учению больше, чем всем другим. Они могут признать, что прелюбодеяние это грех или злословие это грех, но о учении об осуждении, да нет, ничего, все нормально, я же любятам и так далее и тому подобное. Я не хотел и так далее. Вы знаете, значит, конечно, мне не удается передать эмоциональный характер пастора Стивенса, когда он говорит об этом учении, об этом служении. Но я уверяю вас, что накал силен, накал эмоциональной и важности этого учения очень высокий. Поэтому, значит, те, которые прослушали, мы были с вами на прошлом занятии, это было очень серьезное учение. И я хочу сказать и обратить ваше внимание, что очень легко, еще раз повторяю, очень легко можно пропустить мимо ушей это учение. И начать делать то же самое, что я делал до этого. Но мы должны понимать с вами, что когда мы услышали с вами учение, то тогда мы становимся с вами в ответственное положение. И тогда Господь будет праведен, воспитывая нас в соответствии со своим характером, любя, но мы с вами можем нести суд Божий, потому что мы не преклонили свое ухо. Итак, давайте мы с вами ссылку одну дадим. Псалом 129. Об этом это писание не было упомянуто, но мы, я думаю, что оно очень даже кстати. Псалом 129, 3 стих. Псалом 129, 3 стих. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Еще раз. Если ты, Господи... Вы со мной? Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие. Это означает, если ты, Господи, будешь тщательно изучать и присматриваться ко всем грехам, ко всем проступкам, которые происходят в нашей жизни, никто не устоит. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, здесь говорится, кто устоит? Ответ какой? Да никто не устоит. Потому что Господь видит намерения сердца человека, глубокие намерения. Если этот псалом, очень хороший псалом, здесь давайте прочтем его, Господи, услышь голос мой, да будут уши твои внимательны к голосу молений моих. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобой. Это означает, что Бог, будучи всеведущим и вездесущим, знает суть дела. И из-за того, что Он знает, что мы с вами не устоим перед Его судом, Он дает нам благодать через Своего Сына Иисуса Христа. Аминь. Он обучает, когда этого не заметят, снова обучает Иов 33 глава. Когда Бога не услышит, Он опять обучает. Когда Его не услышит, Он опять обучает. Эта фраза, которую говорит Иов, вернее Ильюй в книге Иова в 33 главе, она очень важная. 14 стих, давайте мы с вами запишем эту ссылку, я вам прочитаю ее. Итак, 33 глава, 14 стих, Иово. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. И здесь, значит, предложение грамматически построено так, что за ним идет смысл такой. Если этого не заметят, и в другой раз. Если этого не заметят, и в другой раз. Если этого не заметят, и в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей. Сейчас нам не нужно искать снов и ночных видений. Сейчас у нас есть канон Писания. Завершенное Слово Божие. Запечатано. И поэтому мы обучаем и с вами через Писание. 16 стих. И тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия. Удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Аминь. Вы со мной. Господь долготерпелив. И если его не услышали, опять обучает. Если его не услышали, опять обучает. Если его не услышали, опять обучает. Но когда он видит, что обучение человек не принимает, он использует другие методы. Но мы должны всегда с вами понимать и осознавать, что Бог наш, Бог всякой благодати. И если он бы замечал все косяки нашей жизни, мы с вами бы и одной секунды не устояли перед ним. Но так как мы с вами были поставлены во Иисусе Христе, мы можем стоять перед ним смело. Аминь. И если мы согрешаем, то мы исповедуем свой грех. Давайте дальше пойдем. Итак, давайте еще раз повторим эти три пункта, почему мы не судим. Почему мы не судим на прошлом занятии. Также было это первый. Когда мы судим, мы сразу же, давайте первый вот этот поставим, что мы не вездесущие. Мы не вездесущие. То есть нас не было там, где происходило что-то. Мы не вездесущие. Следующее. Мы не всеведущие. То есть у нас нет абсолютного знания. Мы не знаем глубину сердца человека, его намерения. Следующее. Если мы судим, третье. Когда мы судим, мы сразу же попадаем под Божью дисциплину. Мы сразу же попадаем под Божью дисциплину, даже если не сразу видим ее действие. Даже если не сразу видим ее действие. Как только мы начали с вами судить, то мы сразу попадаем под Божью дисциплину, хотя мы можем не видеть сразу ее действие. Следующее. Когда мы судим, мы вступаем с вами в механизм сеяния и жатвы. Когда мы с вами судим, мы сразу вступаем в механизм сеяния и жатвы. Это послание к Галатам, шестая глава. Я вам скажу ссылку. Послание к Галатам, шестая глава. Седьмой, седьмой, восьмой стих. Шестая глава, седьмой, восьмой стих. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Это означает, слово поругаем означает, слушайте внимательно. Богу нельзя вставить кольцо в нос, как валу, и привезти его, куда нам захочется. Вот это слово, запомните его, что Бог поругаем не бывает. Интересное слово, нужно его пояснить. Это означает, нельзя вставить или багром зацепить, или кольцом зацепить за нос Бога и привезти его в то место, куда мне нужно. Нельзя. Бог не такой. Его не приведешь туда, куда мне нужно. Он всегда будет везти меня туда, куда ему нужно. Правильно, да? Итак, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Аминь. Это закон сеяния и жатвы. Что если я, слыша учение, например, в частности об осуждении, Бог обучает меня один раз, Бог обучает меня другой раз, Бог обучает меня третий раз, я закрыл свое ухо и начинаю судить, то сразу же попадаю под Божью дисциплину. Первое. Второе. Господь говорит, что ты пожинаешь в своей жизни то, что ты будешь сеять. Это означает, что если ты будешь судить, то ты будешь пожинать суд. Если, давайте еще одно назовем, это уже пятое, да, по-моему? То мы будем судить, далее, мы будем судить, судимы той же мерой, какую мерим. Той же мерой, какой мы мерим, Бог отмерит нам. Той же мерой, какой мы мерим, Бог отмерит нам. По каким стандартам мы с вами судим людей, таким же Бог отмерит нам. Если мы с вами забываем вот этот стих из 129-го псалма, когда псалмист говорит, если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Если мы забываем его, это мы отталкиваем от себя благодать, которая сначала была дана мне, потом дана же в той же мере моему брату или сестре. Аминь. Давайте мы с вами четко и ясно дадим определение. И это определение послания к римлянам, 14-я глава. Очень важный стих. Очень важный стих. 14-я глава. И также пастор Семинс разбирал этот стих. 4-й стих, 14-й главы. Кто ты, осуждающий чужого служителя? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен. Ибо силен Бог восставить его. Слово будет восставлен, означает, что он никогда не упадет до конца. Он обязательно будет восставлен в практической жизни. Обязательно будет восставлен. Почему? Потому что он стоит в позиционной истине, стоит во Христе, стоит в благодати. Если он даже падает, он падает куда? Вы со мной? Если он стоит в благодати, куда он падает? В благодать. Правильно, да? Если он стоит в благодати, он все равно падает в благодать. Если он стоит в мощных руках Бога, в мышцах Бога, и если он там упадет, куда он упадет? В мощные мышцы Бога. Аминь. Но это не значит, что человек не будет пожинать то, что он посеял. Я говорю, что верующий в Иисуса Христа. Итак, я ободряю вас, я ободряю вас, чтобы мы с вами, чтобы наш язык не был отвязан от нашего духовного ума. Вы со мной? Наш язык не болтался независимо от нашего духовного ума. Потому что большие проблемы будут у того человека, чей язык находится независимо от духовного ума. Он будет брякать какие-то вещи, он будет находить для себя сложности и в том месте, где их не должно было быть. Понятно, да? Он будет вызывать суд Божий на себя, исповедуя грехи других людей, и поэтому суд Божий придет на него. И ему не нужно нести этот суд Божий, но он будет судим Богом. Тот человек, который согрешил, будет свободен. А тот, который исповедовал этот грех и в сплетнях по секрету всему свету раструбил это в церкви, значит, он понесет грех того человека, которого он исповедал. Аминь, вы со мной? И это очень серьезные вещи. И это очень серьезные вещи. Мы с вами видели, как в книге Захария, в третьей главе, там написано, что Иисус, Великий Иерей, стоял перед Ангелом Господним. Давайте мы откроем, чтобы прояснить эту картину. Итак, книга Захарии, третья глава. Книга Захарии, третья глава. Это духовная картина. Там присутствует Ангел Господень, он же Иисус Христос до своего воплощения. Почему? Потому что о нем дальше говорится «Господь сказал». Третий стих первой главы. «И показал он мне Иисуса Великого Иерея». Слово Иерея – это священник, великий священник израильского народа. У него имя Иисус, не путайте. Ангел Господень Иисус Христос до своего воплощения. Вот, и Иисус Великий Иерей. «И показал он мне Иисуса Великого Иерея, стоящего перед Ангелом Господним, то есть перед Иисусом Христом. И Сатаном, стоявшего по правую руку кого?» Вы читаете? «По правую руку кого стоит Сатана?» Итак, смотрите. Здесь, например, стоит Ангел Господень, да? Я, например, Иисус Великий Иерей. И по правую руку у меня стоит кто? Сатана. Что он делает? Здесь написано, что он противодействует ему, то есть Иисусу Великому Иерею. И он не просто противодействует, он исповедует грехи Великого Иерея. Почему? Почему его грехи? Об этом свидетельствует, что Великий Иерей стоит в запятнанной одежде. Всякий раз, когда говорится в Писании, запятнанной одеждой, это значит грешный человек, это его праведность, это его, вернее, его никудышная самоправедность, и также его грехи, которые представляются в виде запачканных одежд. Второй стих. «И сказал Господь Сатане». Итак, кто, перед кем стоял Иисус Великий Иерей? Перед Ангелом Господнем. А здесь кто говорит? Это Господь. Значит, одно и то же лицо. «И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избавивший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутое из огня. И Иисус же был одет в запятнанной одежде и стоял перед Ангелом». Здесь интересная мысль была сказана, что Иисус не исповедовал свои грехи перед Ангелом Господним. Кто сделал это вместо Него? Дьявол. Дьявол, Сатана сделал это вместо Него. И вы знаете, несколько раз было сказано, что мы с вами исповедуем свои грехи. Аминь. И с этим не нужно, значит, это не нужно путать. Но в данном случае мы видим, что дьявол исповедовал грехи Иисуса Великого Иерея. И Иисус Христос, который производит суд, третий стих. Иисус же был одет в запятнанной одежде и стоял перед Ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед Ним так, снимите с Него запятнанной одеждой. А Ему самому сказал, смотри, я снял с Тебя вину Твою и облекаю Тебя в одежды торжественной. Слушайте внимательно. Перед кем стоит Иисус Великий Иерин? Перед кем? Перед Богом. Перед Иисусом Христом. Римлянам 14 глава 4 стих. Стоит служитель перед своим господином, стоит и падаем. Чье это дело? Это дело Иисуса Христа и это дело служителя Господня. Аминь. Это только их дело. Сатана ввязался туда, исполняя свое служение, которое он будет исполнять до последнего дня. Никогда он не останется и он, желая принести раздор и суд, все равно вредит своему плану и никогда не поймет, почему же все, что он хочет сделать злого, Господь обращает во благо. Но мы с вами видим здесь четко и ясно, стоит Иисус Христос, стоит Иисус Великий Иерей, стоят ангелы святые, стоят дьявол, вот все действующие лица. Там никого нет из людей, потому что это дело только великого Иерея и Иисуса Христа. Понятно, да? Иерей стоит перед Иисусом Христом, он стоит перед Ним, если он упадет, кто воставляет его? Кто одевает его в праведные праздничные одежды? Кто это делает? Иисус Христос на основании чего? На основании чего? На основании чего? На основании своего Христа, который еще не произошел, но он уже был произведен, он уже произошел в вечности. Откровение 13, 8 стих. Агнус был закон еще до сотворения мира. Аминь. И на этом основании Иисус говорит, отойди от меня, да запретит тебе Господь Сатана, твое, у тебя нет никакого права судить, потому что мой служитель стоит передо мной. У человека верующего нет никакого права судить ни пастора, ни администратора, ни музыкальное служение, ни библейский институт, ни в коем случае. Почему? Потому что эти люди, служители, стоят лично перед Иисусом Христом, как царственные священники, и если они упадут перед ним, кто их восставит? Я, такой всезнающий и всеверующий, когда раскрываю свой рот, который и язык отпускаю, и что он отвязывается от моего ума и начинает говорить глупые вещи. И из-за этого приходит суд, не только в мою жизнь, но в жизнь моей семьи, моей жены и моих детей. Аминь, вы со мной? Серьезно ли это? Это очень серьезно. Почему? Потому что, я вам так скажу, хочу сказать, что и без этого, и без этого у служителей Господних много давления в их жизни, и без этого хватает у них самих мыслей плотских уйти заниматься бизнесом, оставить служение. Аминь, вы со мной? И без этого. А что, если еще и церковь будет? Говорят, мне, что-то не нравится мне, как они сегодня спели служение прославления, или что-то мне перестал пастор нравиться. Что-то он в последний день говорит те вещи, которые меня, как будто он про меня говорит. Правильно, Бог говорит про тебя. Потому что он один раз тебе говорит, второй раз тебе говорит, третий раз тебе говорит, и будет говорить, но потом скажет, все, дорогой, привет, что посеешь, да? Ты в свою плоть посеял, пожинай из своей плоти. Здорово? Очень-очень важно, очень-очень важно, очень важно. Мы с вами никогда не должны стоять на сатанинском месте. И чтобы противодействовать братьям и сестрам нашим. Рассказывая, что в их семьях произошло, слушайте внимательно. Если вас пригласили в какую-то семью, если там идет доверительный разговор, вы слышите меня? Вы слышите меня, кто слушает это занятие? Если вас пригласили в семью, и у вас идет доверительный разговор, не выносите из этого разговора все, что вы услышали, на обсуждение всей церкви. Это между вами и теми людьми. Даже если они не сказали, ты об этом ничего никому не говори. Аминь. Это доверительная беседа. Я храню тайну, я уважаю моих друзей. Аминь. Почему? Потому что, потому что, если будет по-другому. Если я провожу время с какой-то семьей, и у нас доверительные беседы. И потом я выхожу, и там рассказал, и здесь рассказал, и там рассказал, и здесь рассказал. Все знают. Значит, что? Грядет суд. Обязательно. И он будет серьезным. И он будет серьезным. Это будет этот человек, и его жена, и его дети, и его дом. Почему? Потому что это является действием сатанинского зла. И это серьезные вещи. Мы с вами продолжаем. Итак, есть выход из всякой ситуации, чтобы не грешить. Потому что Бог дает нам обеспечение до этого. Давайте мы с вами откроем также и еще одно местописание. Это первое послание Коринфянам, четвертая глава. Первое послание Коринфянам, четвертая глава. Павел говорит. Павел апостол. Павел апостол, не назначивший себя сам. Павел апостол не тот, который поставил себя на служение. Павел апостол, который лично был назначен Иисусом Христом на служение апостола. Это означает, Павел стоит лично перед Иисусом Христом. Перед кем он будет держать отчет? Перед лично перед Иисусом Христом. И перед советом старейшим, если были нарушены какие-то параметры пастырского служения. В нашем служении это значит нарушение сексуального характера, грех пастыра значит прелюбодеяние сексуального характера, также лжедоктрину, если пастыр начинает говорить, и также это значит проблемы с расходом финансов. Вот три вещи, которые могут послужить смещением пастыра со своего места, и это смещение происходит пастыром, который над ним стоит, и советом старейшим. Понятно, да? Так что мы защищены с вами, потому что есть покрытие любви. Аминь, вы со мной? Но ни в коем случае, здесь говорится, что если, ой, мне не нравится, помни это, ой, мне не нравится бизнес этого человека, но если тебе не нравится, если этот бизнес тебя не касается, то тогда молчи. Здорово, да? Какое тебе дело до этого? Нет, я хочу все знать, и чтоб все все знают. Вы знаете, 17 глава Деяния апостолов, там греки, которые, кстати, бездельниками были в данном случае, сидели в ареопаге, знаете, у них какое самое желанное времяпрепровождение? Чтобы слушать что-нибудь новенькое. Правильно, да? Кто-нибудь приходит, что-нибудь новенькое есть? На работе то же самое, я не знаю, как у вас. Значит, у меня на работе то же самое было, что-нибудь новенькое есть? Знаете, как приходит человек на работе, и ходит нюхает, разнюхивает, что-нибудь новенькое есть? А в семье это чего произошло? А в этой семье что произошло? О, Эмили, там с кем-то, с Васей, да, они вчера встречались, и... Это означает, что тот человек, который сказал об Эмили с Васей, извините за эту комбинацию, и тот человек, который ухо свое поставил, Эмили с Васей свободный от своего греха, и суд за этот грех переходится на кого? На того, который сказал об этом, и на того, который ухо подставил. Аминь, мой самый. Серьезная вещь. Сатана противодействовал по правую сторону. От Иисуса Великого Иерия, да, он был за пятнанных одежды. Но за пятнанные одежды, это не последнее слово. Последнее слово за кем? За Иисусом Христом. Потому что верующий стоит лично перед Иисусом Христом, стоит он или падает, он будет восставлен кем? Иисусом Христом. Он будет одет в праздничной одежды кем? Иисусом Христом. Аминь. В книге, первая книга царств, вы знаете, мне очень нравится. Я хочу, чтобы вы были внимательны. Вы и так внимательны, но я еще хочу, чтобы вы еще сильнее внимательны. И так, первая книга царств. Первая книга царств. Двадцать четвертая глава. Двадцать четвертая глава. Итак, Саул гоняется за Давидом. Четвертый стих. И пришел к загону о вечьему при дороге. Там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и его люди сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его. Вот день, о котором говорил тебе Господь. Здорово, да? Хорошие слова. Вы знаете, иногда верующий может жить по знамениям. Знаете, что это означает? Я вышел, и тут мешок с мусором стоит. Это значит, в этот день будет мусор на моей жизни. Вы со мной понятны, да? Или, например, ключ заплох. Или, например, что? Все, что угодно. Верующий может руководствоваться этими глупостями в своей жизни. И почему я говорю верующий? Да, верующий. Потому что у верующего есть ветхая греховная природа. Давайте дальше прочтем. Итак, говорили Давиду люди его. Вот день, о котором говорил Господь. Интересно, даже Голоскова туда присовокупили. Вот я предам врага твоего в руки твои. Итак, интересно, Господь никогда не говорил о Сауле, что он предаст его в руки Давида. Никогда не говорил. Это были выдумки. Псалом 118. Как же там говорится? Псалом 118. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Аминь. Вымыслы человеческие ненавижу. Почему? Да потому что они ведут меня в проблему. Итак, говорили Давиду люди его в тот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделай с ним все, что тебе угодно. Смотрите, Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Итак, он подкрался только от одежды. Отрезал небольшой кусочек. Только от одежды. Вы знаете, мне очень нравится. Смотрите, что произошло. Но после этого больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Что? Больно стало. Почему? Да потому что этот человек ходит с Богом. Знаете, что я хочу сказать? Пусть мы с вами очень чувствительны будем к тому, что мы говорим о других людях. То, что касается брака, то, что касается встречи мужчин и женщин, то, что касается, что есть у человека, какая машина, сколько квартир и так далее, не твое это дело. И когда я начинаю говорить, пусть, когда я только начинаю рот открывать, чтобы, значит, озвучить это все, да не в одном месте, то пусть моему сердцу станет что? А! Он же мой брат. Мы сидели с ним в беседе, открытой беседе, а я вышел от него и разбазарил все, что мы говорили. Аминь. А когда так происходит, когда больно моему сердцу, тогда этот Дух Святой останавливает нас, чтобы мы с вами, будучи обучены учению Писания, не навлекали на себя ненужные нам суд и ненужные нам проблемы. Аллилуйя! И почитали братьев и сестер, зная, что они имеют личную жизнь. И если они приглашают меня в свою личную жизнь, то у меня нет никакого права базарить это, как базарная баба. Аминь, вы со мной? Павел говорит, бабьих басен избегай. Почему бабьих? Потому что есть слабость у женщины. Есть слабость у женщины. Мужчины редко этим занимаются, они в основном сидят, но и они могут заниматься. Павел говорит, бабьих басен избегай. Потому что они могут раскрыть рот и не закрыть его. Кстати, знаете что? Если не клеится разговор, то тогда не нужно поддерживать его сплетнями. Аминь? Тогда пусть будет святая тишина. Аллилуйя! Если не клеится разговор, не нужно поддерживать его сведениями о других семьях, о других людях, что они тебе сказали. Пускай это будет святая тишина. А когда будет святая тишина, тогда Господь посетит и даст разговоры и слово. Аминь. И мы будем неповинны перед Богом. И не понесем греха. Для чего Господь обучает нас? Потому что Он нас любит очень сильно. Потому что Он хочет, чтобы мы с вами ходили в безопасности. Чтобы дьявол не уловил нас в свою волю. Чтобы мы потом кряхтели под бременем суда, который должен был быть понесен другим человеком. Аминь. Здорово, да? И Павел говорит первым посланием Коринфянам, давайте мы вернемся, это апостол, которого назначил, то есть поставил, избрал и поставил Иисус Христос. Вот его отношение. Третий стих. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам о себе что? Не сужу. Кстати, знаете, как испытать себя? Испытать себя, когда я говорю о другом человеке. Знаете, как испытать? Представьтесь, представьте. И, например, я говорю, мы с Иисалом разговариваем об Аркаше. Да? Его нет сна, но мы разговариваем о нем. Знаете, как испытать свое сердце? Нахожусь я в рамке учения или нет? Если я говорю слова и представляю Аркашу, стоящего с нами рядом, и я могу сказать эти слова в его присутствии, я могу это сказать. Аминь. Если я говорю те слова и думаю, что если здесь был бы Аркаша, и он услышал бы мои слова, я что? Свой рот закрыл. Аминь. Закрыл. А если вы чувствуете, что ваш, ваша папа, мама, жена, брат, сестра начинает говорить о другом человеке и больно становится вашему сердцу, что нужно сделать? Или вежливо переведите разговор в духовном направлении, или скажите жесткое слово. Обидится человек, пусть обидится, но вы не понесете греха, и вы не понесете на себе наказание. Аминь. А если вы каким-то образом свое ухо открыли, а потом больно вашему сердцу стало, для вас и для меня, 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 и для вас есть престол благодати. Когда я прихожу и говорю, Господи, прости меня, я открыл свое ухо, чтобы слушать злословие или сплетни о других людях. Прости меня, Господь прощает меня и снимает с меня суд. Аминь. А если я продолжаю это делать, то тогда я несу суд. И Господь будет говорить, что будешь сидеть в камере и платить, пока не заплатишь все. Потому что если ты замечаешь все беззакония, все косячки, все грехи у своего ближнего, у брата или сестры, у своей жены и так далее, я такой же точно мерою буду мерить тебе. И мы сейчас только прочитали, Господи, если ты будешь замечать беззаконие, что? Да никто не устоит. Но Господь говорит, ты лицемер, ты законник, ты с пристрастием изучаешь жизни других людей, ты рассказываешь об этом все, об этом всем и везде. Держись. Я наеду на тебя, как колесница, бруженая снопами. И тогда запищишь. А вы знаете, что интересно? Иногда люди видят человека, в жизни которого сложная ситуация, и начинают молиться. Господи, избавь, пожалуйста, этого человека от этой сложной ситуации. Откуда вы знаете, что это ситуация не от Бога, которое является последствием отвержения его раз за разом учения Писания. Аминь, вы со мной. Мы с вами должны различать. Почему? Потому что Господь говорит Иеремии, не молись за Иерусалим, я тебя не услышал. Не молись за Иудея, я тебя не услышал. Почему? Потому что предопределен суд. Почему? Да потому что я говорил им через пророков каждое утро в течение четырехсот лет, но они не восприняли моего наставления. И поэтому, Иеремия, ну-ка, отойди в сторону, я понимаю твое сердце, понимаю, что тебе жаль твой народ, но я буду судить своих людей, потому что они стоят передо мною. Они стоят передо мной. И так, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам о себе не сужу. Запомните это. Я и сам о себе не сужу. Это означает, что я живу во Христе. Я стою в праведности. Я стою в благодати. Если есть грек в моей жизни, я иду к престолу благодати, исповедую его, называю своим именем, и Господь прощает меня, и я продолжаю вместе с ним. Аминь. Я не занимаюсь самокопанием. Четвертый стих. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, это означает, что я не живу во грехе, я ничего не знаю за собой, но даже в этом случае не оправдываюсь. Здорово, да? Но даже в этом случае я не оправдываюсь. Почему? Да потому что судья мне кто? Господь, Он законодатель, и Он судья. Аминь. Еще раз хочу повторить, что это учение наиболее пренебрегаемое, и это учение наиболее незамечаемое. Из-за нарушения этого учения идут серьезные последствия, серьезное воспитание от Бога. И поэтому мы с вами обучаемы здесь, в Библейском институте. Люди, которые нас смотрят, они тоже обучаемы. Но берегитесь, я говорю себе, мы услышали учение. Аминь. И мы встали под ответственное место. И мы с вами, у нас есть вся благодать, и вся сила, и все желание, и все желание, чтобы ходить во свете. И чтобы быть тем человеком, который, если что-то касается брата, ах ты, сердце мое, сердце стало больно моему сердцу. Все, Господи? Ты, ты, давай, давай, ты что здесь, Господь предал руки твоей, твоей этого человека, давай решай сейчас. Сейчас не буду решать. Бог решит. Аминь. Бог решит. Я не судья, не вездесущий, не всеведущий. У меня нет полной картины. И в заключение давайте мы с вами Римлянам 16, глава 19 стих. Очень важная также вещь. Римлянам 16, 19. Римлянам 16, 19. Ваша попорность вере всем известна. Здорово. Посему я радуюсь за вас. Павел говорит, я слышу о вашей покорности, вере и учении, и поэтому я радуюсь за вас. Но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Вы знаете, слово просты, запомните, слово просты означает неинформированный злом. неинформированный злом. Я радуюсь, но желаю, чтобы вы были мудры на добро. нас, как служителей христовых и домостроителей, таим, боже их. И так каждый должен разуметь нас, как служителей христовых и домостроителей, и таим, боже их. Выходи, выходи, Леша. Давай. Итак, вернулись обратно. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Слово просты означает неинформированный злом. Будьте людьми, которые не имеют информацию злого характера. Будьте людьми, которые не имеют информации злого характера. Слово злопанерос, это означает заразная информация. Это не означает, что я как страус воткнул свою голову в песок, и меня ничего не волнует. Я могу слушать новости, но, значит, хранить свое сердце от злой информации. Аминь. Мне, конечно, я слушаю новости, и мне не нравятся надменные выражения и надменные отношения некоторых ведущих. И мое право такое или слушать этого человека, или переключить, или, значит, брать информацию из другого источника. Аминь. Вы со мной? Итак, Бог не быть информирован злом. Дальше. Я хочу, чтобы вы были мудры, имея учения завершенной работы и не были информированы в отношении зла. Что Эмили сделала, что Вася сделала, что Петя сделала. Значит, и стоять, занимая место сатаны, и исповедовать все грехи. Я могу наисповедать грехов, в моей жизни начинаются, что? Тиски. И тогда, значит, Господь являет свою благодать через воспитание для моего возрастания. Аминь. Потому что всякий, кто не хранит свои уста, является человеком незрелым духовно, незрелым и невозрастающим. Плотский, 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 плотский. А тот, который начинает исполняться Духом Святым, и тогда Дух Святой берет под контроль уста человека, и тогда язык этого человека превращается в серебро. Аминь. Из этих уст это слово наседание, слово ободрение и так далее, и тому подобное. Здорово? Так мы с вами просты на зло, то есть мы с вами не ищем информации злого характера. Ни в семье, ни в церкви, мы не как эти, которые приходят и начинают вынюхивать. Что, где, в жизни, кого произошло. А вы знаете, я могу вам как бы домашнее задание дать. Небольшое. Заметьте, когда начинается общение, сколько процентов посвящается обсуждению других людей. Заметьте. Я думаю, процентов девяносто. Вы можете сказать, пастор, тогда мы все замолчим. Я могу сказать, тогда будет святое помолчание. И тогда Господь даст слово к надеданию, к ободрению. Здорово. Аминь. Отец, Святой Бесный, благодарим Тебя за это слово. Мы просим Тебя спусть, оно будет действенное, Господи. Храни наши сердца. Храни наши сердца от глупых решений. Наш язык, Господи, от глупых слов. И даруй нам быть очень чувствительным к тому, чтобы наше сердце, новое сердце Духом Святым сразу чувствовало, когда мы начинаем наносить вред другому человеку. Давид отрезал только краешек одежды от одежды самого. И больно стало сердцу Давида. Почему? Потому что он прикоснулся к одежде помазанника Господной. Спасибо тебе, Иисус. Слава тебе. Благослови распустя на свое Иисуса Христа с миром. Аминь.